Вот уже несколько недель цены на черное золото остаются в руках СМИ и спекулянтов. Пятничный рост нефтяных котировок сменился снижением стоимости актива. Так рынок среагировал на ряд значимых событий вокруг Украины. На новостях об обстрелах Донбасса и эвакуации жителей стоимость нефти резко возросла. Но как только появилось сообщение о будущей встрече президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации, цены начали постепенно снижаться. Рынки продолжают достаточно остро реагировать на любые политические заявления. Дисбаланс спроса и предложения нефти отошел на второй план, и цены двигают исключительно политические ожидания и заявления. Если новостной фон не изменится, то нефть вполне может опуститься до 92 долларов за баррель. В противном случае нас ожидает очередная волна роста стоимости нефти. С технической точки зрения картина движения актива выглядит следующим образом. Фьючерсы на нефть Brent пребывают в стадии коррекции. В качестве опоры выступает психологический уровень 90, который сдерживает продавцов. Если цену удастся удержать ниже этого уровня как минимум на четырехчасовом периоде, коррекция продлится. В противном случае сохраняются хорошие шансы на то, что котировка двинется вверх, к обновлению локального максимума восходящего тренда. Как вы понимаете, политическая напряженность напрямую отражается на российской валюте. Воинственные настроения обесценивают рубль, тогда как любая новость о поиске дипломатического решения конфликта помогает валюте укрепиться. Так, сообщение о том, что Владимир Путин и Джо Байден договорились в ближайшее время встретиться и обсудить вопросы безопасности, несколько снизило уровень глобальной напряженности. Рубль смог отойти от очередного падения и укрепиться. Уже на открытии торгов американская валюта опустилась ниже стоимости 77 рублей за доллар. Если средства массовой информации перестанут нагнетать обстановку, то доллар вполне может опуститься и ниже 76 рублей, но опять же, все зависит от информационного фона. Если отойти от общих перспектив и перейти к картине технической, то мы получим следующее. Валютная пара USD-RUB продолжает пребывать во власти восходящего цикла. В пятницу курс подскочил к 77,5 рублей за доллар, после чего возник закономерный откат. Участники рынка задели район сопротивления 77,40 и 77,70, ранее эти уровни уже служили основой для отскока цены. Для того, чтобы восходящий цикл сохранился на рынке, котировке необходимо удержаться выше стоимости 78 рублей за доллар на четырехчасовом периоде. В противном случае откат может затянуться. Ну и во всей этой нестабильности традиционно ярким и манким выглядит золото. Чем выше риски глобальной безопасности, тем стабильнее растет интерес к защитным активам. В пятницу золото смогло подняться выше стоимости 1900 долларов за унцию, правда ненадолго, после чего цена снова снизилась до 1890 долларов. Снижение произошло как раз на фоне сообщений по поводу предстоящих переговоров, но его вполне можно расценить и как локальный отскок после преодоления психологического уровня. Учитывая внешнеполитический фон, пока говорить о реальном снижении накала вокруг ситуации с Украиной не приходится, а значит и золото, как один из главных активов убежищ, имеет неплохой потенциал к дальнейшему росту. С точки зрения технического анализа картина следующая. Фьючерсы на золото сформировали незначительный по масштабу и амплитуде застой в пределах цены 1900 долларов за унцию. Это сигнализирует о том, что уровень все же оказывает давление на покупателей, но интерес к длинным позициям не утихает. Если актив сможет удержаться выше стоимости 1900 долларов за унцию на четырехчасовом периоде, то вполне вероятно котировка двинется к цене 1920 долларов. При этом стоит учесть, что актив перекуплен, а значит и вероятность возникновения технической коррекции достаточно высока. Таким начало недели видят наши аналитики. Рынки продолжают демонстрировать созависимость с любыми острыми заявлениями по поводу Украины. Мы желаем вам не заблудиться в море политических новостей и поймать нужную волну. Торгуйте в прибыль и оставайтесь с нами, чтобы не пропустить главного. До новых встреч!